Я рад приветствовать непризнанных творцов на канале Дмако. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Паспарту The Starving Artist. Ну что же, дорогие друзья, давайте шагнём сквозь грань непонимания, вперёд в будущее, нарисуем будущее, своё, а также и окружающих. Пойдёмте про космос, новую планету открыли. Мы будем сейчас рисовать себя, как мы летим к этой планете. Ну естественно всё чёрное, потому что это же космос. Это же космос. Когда мне там уже выдадут премию за мои рисунки? А? Когда? Так, космос. И мы такие в космосе летим. Какой у нас будет космический корабль? Мы можем ракету построить, но по-моему это очень скучно. Мы ходили в Икею и купили там себе летающую тарелку. Ну там недавно появились летающие тарелки, после того, как открыли планету. Она такая попсовая, как бы других не осталось, остались только розовые. Нам пришлось брать розовые. Вот. Но она такая клёвая. Чё, дед, ты ещё пока не осознал до всей мощи моей картины? По-любому он пока ещё не осознал. Так, она вот такая, вот. У неё будет... А, это чёрный, да? Нет, чёрный нам не надо. Ой, чёрного. Потом он подправлю чёрным. Оп. 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 Вот такой вот верх. У этой тарелки надо ещё ещё будет низ приделать. Потом тоже подправим. Помощнее низ. Естественно. Отсюда такие... Ну, это как бы понятное дело, да? Огонь. Естественно, жужж. И, конечно же... Типа тут... Просто огнище прёт. Огнище. Розовый. Где мой розовый? Розовый нужен. Что такое? За сто? Всего лишь за сто? Такое чудо. Чувак, ты даже на ютубе такого не найдёшь, где мужика палкой тыкают. А ты хочешь мне тут за сто? Ну, продам. Ладно уж. По доброте душевной. Тут подровняем слегка. Получился какая-то пироженка. По-моему, вообще вкусная. А тут слегка голубым подправим. Ой-ой-ой, криво. Ой, криво. Оп. Розовый. Так. И у нас ещё надо... Надо чёрным подправить верхушечку. Она слишком у нас пышная получилась. Ой-ой-ой, переборщил. Ой, переборщил. Ладно. Подправить недолго. Хопа. И тут мы такие сидим. У нас скафандр, который мы тоже купили в Икеа. Поэтому он тоже такой странного цвета. Там виднеются наши глаза. Как мы такие, мы такие. О-о-о. Космос, ё-моё. Мы летим. Неужто? Это моя рука. А это вторая. Я уперся в стекло, я не верю. Знаете, такой лицом прислонился такой. Вау, космос. Вот. Как бы так вот. Такой удивлённый. О-о-о. Космос. Неужто это ты. В шоке я. Короче, я в шоке. Мне ещё нужны... Что там опять какие-то... Ай, короче, ладно. Мне не до новостей сейчас. Мне ещё огни нужны. Огоньки. Ну какая космическая тарелка без огоньков? И, конечно же, звёзды. Шпринг, шпринг, шпринг. Шпринг. Шпринг, шпринг. Шпринг, шпринг. Вот и сбылась моя мечта детства. Полетать в космосе. Шпринг, шпринг, шпринг. Всё нормально. Вот такой вот у меня получился полёт. Давайте. Что там у нас? Что у нас следующее? Эээээ. Вот. Безумие. Или нет. Это не будет безумие. Это будет безумие. Это будет мечта, мечта. Мечта. Опять сейчас там придёт хрен, который скажет, что ему розового слишком много. Как всегда. Намазали тут. Что мы ещё будем рисовать? Я же не знаю. Что там нам говорили? Какие новости? Я что-то всё проглядел. Не хватает энергетики. или чего ему там не хватает чё там а не хватает энергетика тебе не хватает так магазин пойди купи себе энергетика чё ты хлеба не он вот он ходит только вот они все вот эти вот этот панк ходит только ноет постоянно ему все не устраивает не устраивает постоянно а ничего не купил еще даже ни разу где-то еще хоть что-то покупает этот вообще ничего не покупать видимо надо как-то ублажить и этого чувака давайте посмотрим что по деньгам у нас по деньгам там они совсем бедные Ух ты, у нас за ту штуку уже. Хо-хо-хо. Что там, три сотки мне предлагают. Четыреста. О, ништяк, хороший рисунок. У-хо-хо, хороший получился рисунок. Согласен. В космосе мы с вами неплохо прокатились. Так, в ближайшее время вы посетите что? Куда? Я не успел читать. А, черт, где вот, почему новости нельзя посмотреть? Перелистать новости. Я бы хотел об этом... Где? Ах, жаль. Ну, куда-то что-то там в ближайшее время. Надеюсь, в ближайшее время меня в тюрьму не посадят. Так, что еще нарисовать? Надо подумать. Сейчас у нас лето. Лето. А лето это значит что? А лето это велосипеды, наверное, в первую очередь. Кастом байк, может, нарисуем? Кастом байк, точно. Кастом вела... Байк. Ммм, да. Оп. Нет. Оп. Так, подожди. Нет, вначале надо фон создать. Точно, фон забыл. Лето. А раз лето, значит, зеленый. О, вообще класс. Прям вылитый. Вылитое лето. Вот. Вот это одно колесо. И здесь такое второе колесо. И нам нужен теперь зеленый, наверное. Оп. 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 Как будто две игрушки кофе кто-то оставил, значит, на полотне. И все, и ушел. Но мы сейчас будем рисовать раму. А это самое главное. Ну, естественно. Какая рама? Такой будет и велосипед. Но рама будет очень крутая. Хоп. У нас будет... Тихо. Кто-то ничего не писал. В это время. Пока я... Хоп. 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 И вот так вот. Вот такой вот велосипед. Сидеть на нем практически нереально. Но можно, если захотеть. Эть. Сидушечка. И какие же, естественно, рули-то у нас без... Весюлек. Обязательно должны быть весюльки. Много весюлек. Одна, вторая. Вау, что там происходит? Кто светит? Вторая. Три. Что происходит? Третья весюлька. Мне же... Может меня куда-то уже вывозят? Так, а как выйти? Как выйти? Подожди. Кто там? А что, там второй гараж появился? Или нет? Он до этого был уже. Кто тут светил меня? Отвлекай эти мастера. Так, идем дальше. Кастом байк, конечно же. А педали надо нарисовать. Это точно. Надо было нарисовать педали. Механизм вообще нужен. А мы без педали будем ездить. Мы просто будем толкать ногами. И будет нормально. Так. Уровень моря поднимается с каждым днем. Люди переживают до глубины души. Так, все, короче. Велосипед отменяется. Раз люди переживают, начинаем рисовать море. Море мы любим. Оп, 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 оп. Море поднимается. Оно слишком высоко. Вот так вот мы покажем, что это очень высокое море. И люди в нем тонут. Один за другим. Вот тут такие люди. Я сейчас дорисую. Тела вы не переживайте. Их очень много. И они все переживают. Один вот, по-моему, он даже буквой... Это вот буквой Г даже перегнул. Перегнулся. Нет? Так, погодь. Этот лють у нас не получился. Не, надо как-то в костюмах, наверное, да, что они? В костюмах. О, точно! В костюмах. И каждый, знаете, в разном костюме. Один в костюме зайчика, например. Это была костюмированная вечеринка на яхте. И они все утонули. Такое тоже бывает. Море поднялось. И их вместе с морем-то унесло. А один в костюме тигра. Да, сложно рисовать мелкие детали. Но посчитайте, что это тигр. Он в полоску. А-а-а! Нет, этот человек кричит. Он тонет. Вот, это нормально. Человек тонет просто. Он просто в маске, но он тонет. Такой в... Вот его тело. И он такой паникует уже. Ну а что сделать? Уже все. А это, походу, ребенок чей-то. Наверное. Почему-то у меня все люди черные все время. Я не знаю, почему. Это группа водолазов, я понял. Это группа водолазов, не водолазных костюмов. Водолазные костюмы все темные. А этот, знаете, такой еще. Хватает его за ногу. И пытается вытащить. Но он пытается его схватить. Тянется к нему. И одновременно, главное, поглядывает в ту сторону. Давайте ему тоже другую маску сделаем. Одновременно поглядывая в другую сторону. Потому что у него в другой-то руке гарпун. И он пытается этим гарпуном еще и стрельнуть. Где у нас тут серенькая? У него гарпун в руке. Гарпун. И он пытается еще выстрелить. Знаете, он как бы охотник одновременно. Он вроде как бы тонет. И при этом пользуется моментом, что вот ему надо, короче, срочно. Ой-ой-ой. Как все криво. Так, хей-хей. Уберем. Это будет нормальная картина. Просто идеальная. Хоп. Такой большой гарпун у него. Еще дедушкин. Какой-то... Так, нет, гарпун не получил. Я хочу гарпун. А мне не дают его сделать. Что за беспредел? Дедушкин гарпун не получается. Такой шуй. 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 Во, получился гарпун. Он пытается стрельнуть. Потому что тут как бы рыба проплывает. Вот здесь вот. Шилишперчик. Такой маленький. Не знаю, почему он зеленый. А какого, вы предполагаете, должна быть рыба? Ну ладно, пускай она будет с легким оперением красного. Такая в крапинку. В крапинку, да. Такая в крапинку. В красную. Они как бы вроде бы рыбачат. И одновременно пытаются не утонуть. Вообще странная очень картина получается у нас. Тут хвостик. Что-то цвета, по-моему, неудачные. С морем-то связанные. Я выбрал. Так, еще один товарищ у нас. А он уплыть пытается. Думает, нафиг надо. Я не хочу вообще здесь связываться. Он только пытается уплыть. Гребет уже в ту сторону. О, какая у него длинная рука. Нет. Думает, ну нафиг попадет же еще ненароком. Знает он этого Григорьевича. Он же постоянно так... О, нет, только уплывает. Нет. Нет. И видно, что слеза течет. Хоть и море, как бы, но и слеза у него такая легкая. Пытается уплыть. Так, я понял, что зеленый цвет здесь вообще плохо катит. Оп. Этому здесь просто нравится. Он взял с собой мячик. Большой и красивый. Подводный. И играется с ним. Это единственный, кому здесь эта ситуация вообще нравится. Он только смотрит на него, знаете, и отворачивается. Такой. Ой, мячик, мячик. И отворачивается. Но играется при этом. Баскетбольный, наверное, мячик. Баскетбольный мячик. А на заднем фоне еще видно, что корабль тонет наш. Он еще, как бы, вот еще тут. Ну, яхта уже все. Ее уже не спасти. Хотя это даже, наверное, моторная лодка была. Это не была яхта. Это была моторная лодка. Но она уже почти утонула. Моторная лодка, у которой есть парус. Эх, боюсь, всю картину же запорю. Запорю, там мешается мне все. Ах, парус. Слишком много мелких деталей я тут решил преднести. Вот так вот, с морем связаны. Все, хватит. Хватит мне этой картины про море. Вода поднимается. Нам говорили. А мы напишем, что прогулка в море. Прогулка в море. Отлично. Потихоньку талант начинает... Увидать. Нам нужно срочно что-то нарисовать такое прям крутое. Очень крутое. Ух ты. Ему понравилось. Смотри-ка. Дед, да бери, конечно. Ё-моё. Бери. Ура. Он дед взял. Все, мы продали. За восемь соток у нас две штуки, ребятки. Две штуки. Денег-то сколько? Ох. Вот это картины мы с вами штампуем. Надо что-то покрупнее. Что-то мелкое слишком совсем. Не будем мелочными. Будем чуть покрупнее. И, кстати, я могу как-то уехать отсюда? Мне что-то там сказали. Подождите что-то там в скором времени. Что? А что в скором времени? Я так и не понял. Я могу отсюда уйти? Нет? Походу, нет. Даже не знаю, что еще нарисовать. Давайте нарисуем какого-нибудь... Какой-нибудь момент, наверное. Ох, красный цвет какой яркий. Или просто... Давайте пока просто мазюкать будем. Вот так вот, мне нравится. Разделение цветов. Хоп. Куклу склановец подглядывает. Это его колпак, знаете, такой за угла. Че? Так. И здесь тоже. Легкая полоса. М? Продадим и это. Мы сейчас уже более-менее стали популярными. Как бы, да. Мы, может быть, и сможем... И это втюхать. Иногда же надо. Все-таки, да? По-моему, нормально получилось. Неизвестно что, правда. Но что-то получилось. И надеюсь, что нормально. Назовем это... На... Лоха. Вот так вот. Ну, типа, на лоха картина. А то, знаете, и тут все, не пойми, чем занимаются. Так, давайте город нарисую. Нет, город, наверное, слишком это... Это слишком, потому что слишком много будет, много деталей мелких. Там очень покрупнее. Что-нибудь, знаете, такое... Что-нибудь, ну, очень интересное. Так, ну, давайте напоследок. Нарисуем. Так, а что у нас тут, ну-ка? Новая линия моды. Обуви для собак. Обуви для собак. Серьезно. Вот как раз нам тему подкинули. Нормально. Давайте, обуви для собак. Так, какой свет будет? Надо вот такого вот. Давайте вот такого вот. Это должно быть все яркое, 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 яркое. Больше яркого. Лето все-таки. Так, давайте и собаки. Какие будут собаки? Наверняка будет какая-нибудь такая, знаете, собака. Она такая. Такая вот собака. Так, не судите ее строго. Это начальная собака. Так, подождите. Это же не этот цвет я выбирал. Вот этот, да, по-моему, я выбирал? Да, это вот он. Так, это вот такая вот. Тихо. Вот такая вот. Собака. Еще так собака получается. Так, давайте посмотрим дальше. Ушки надо обязательно. А у собаки должны быть ушки. Видите? Одна ушка. И вторая ушка. Видите, такие вот. Вот они развиваются по ветру. Длинные ушки у собаки. Она же модель, понимаете? У нее там ветер. Здесь стоит... Вот здесь должен стоять вентилятор, например. Он будет дуть на собаку. Ой, нет, 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 нет. Плохой вентилятор. Плохой вентилятор. Ладно, с вентилятором чуть позже. Собака. 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 Что-нибудь плохая собака получается. Так, давайте еще. Так, а тело собаки. Тело собаки. И она как бы такая... Оп, типа собака. Она как бы в шоке с того, что вообще происходит здесь. Ну, у нее такая... Лапка такая у собаки. И она такая... Ха-ха-ха-ха-ха-ха. И обувь. Самая главная же обувь, правильно? Какие-нибудь кроссы, наверное. Эта собака будет показывать какие-нибудь ботинки. Ну, например, какие-нибудь вот такие вот. Один ботинок будет у нее вот такой? Ну, как бы кроссовок. У него будут... Тихо. Тихо. Вот, вот, вот. Один вот такой. Видите, она такая ножку даже выстрела вперед специально. Показывая, что... Вот, смотрите, какие у меня красивые боты. Оп. Там перешнуровочка идет. А вторую должен быть другого цвета. Она модная собака. И он больше, по-моему, размера. Раз, а в два. Так, тихо. Сейчас мы все уберем. Сейчас все уберем и подгоним. Где там зеленый? Она такая модная. Вот, и тоже здесь. Эть. Эть. Вот так вот. Ну, какая собака без хвоста? Хвост такой. Небольшой. А здесь, как бы, стоит тренога. Дешевая, поэтому кривая. Она такая повыше. Установленная. И тут и на ней камера, конечно же. Снимающая нашу собаку. Она же модная. И, естественно, яркие вспышки там. Там. Пч-пч. Вспышки. Представьте, что это вспышки. Ну, и, конечно же, должны быть лампы. Осветительные. Они где-то вот тут одна лампа, вторая вот тут лампа. Вот. И они такие светят, как бы, на собаку. И везде вспышки, вспышки. Вот. И собака, короче, она рекламирует. А здесь такая еще у нее сумочка должна быть. Вот, она совсем модная. Через плечо. Вот. И у нее такая сумочка здесь. Модная собака. Ее фотографирует. А она готова на все. Эта собака готова на все. Модная собака. Так. Современная глупость. Вперед! Покупайте. Вот такая вот последняя картина, наверное, моего художника. Где меня? Меня должны в апартаменты в какие-нибудь, наверное, должны перевезти. Когда это начнется? Когда начнется нормальная жизнь нормального художника? Я тут столько всего уже и запросил. А меня все или хотят отсылать? Собака-то классная. Собаку купите. Купите себе собаку. Чтобы не скучать. Так. Ну, я не знаю. Ждать-то, наверное, смысла нет. Почему ты создаешь картины, в которых нет страсти? Ты посмотри на собаку. Она очень страстная. Эта собака просто чудо. И смотрите, эта картина им не нравится. Ну, пора я тут за пять минут накидал бреда немножечко. Я, в принципе, не удивлен. Но даму-то могли бы и купить уже давным-давно. Просто из уважения к женщине. Нет. Не понимают ничего они в этом. Ладно. Ну, что, дорогие друзья, за... Вот, 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 вот. За 700. За 700, заметьте. Собаку. За 700-кто, конечно. Я бы тоже купил бы сразу ее. Только бы увидел. По-моему, получилось очень даже круто. О, во-во-во, кто так пришел? Смотрите, он прям деда подвинул. Ммм. Оценивающий. Оценивающий. Понятно. О-о-о. А-а-а. Прикиньте, короче, ребятки. О-о-о-о. Тихо-тихо. Так, я вроде как бы уселся поудобнее. Давайте почитаем. Недосягаемый. На лоха. Ха-ха. Паспарту. Прошло не так много времени с того момента, когда я впервые услышал о паспарту. Молодой художник, собственным стилем, который питает страсть к жизни и смерти. Ха-ха. Это ты убитил в моих картинках. В тот момент, когда я шел по одной из темных переулков города, я почувствовал запах ужасной плесени, прежде чем увидел картину, которая лежала на столе. Даже с приличного расстояния я был поражен мастерством автора. Когда я подошел ближе, тишина заполнила весь мир вокруг меня. Поэтому я решил подойти еще ближе, чтобы ощутить удивительное спокойствие. Тщательно изучив картину, я понял, что интригующие детали, которые автор создал, используя серо-голубые цвета, которому он противостоял удивительно глубокий красный цвет, напомнил мне о моем детстве. Использование красного цвета как нельзя лучше подчеркивает восстание людей против машин. Ха-ха-ха. Понятно все. Ага. Подводя итоги, можно сказать, что на лоха это отличная работа. Паспарту обладает огромным потенциалом. И я могу порекомендовать всем своим читателям посетить предстоящие выставки этого молодого художника. Критик. Развитие. Ребята, мы теперь можем, смотрите, перейти к следующей части развития. Да, ребята. Мы уезжаем. Теледрама об актере лошади получила исключительно положительные оценки. Вау. Заживем. Вы разблокировали новый инструмент. Вау, как круто. Вы посмотрите. Это наша касса, да? Сколько денег у нас? 2600. Ну, в принципе, неплохо. Жить-то можно. Да, из жутов бакинских питаться будем лучше. Это как бы наша выставка такая. До сюда люди будут приходить? Это что такое? Я что тут могу вообще потыкать? Вау, 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 шикарно. Просто шикардезненько. Блин, ребятки, мы крутые. Причем, кстати, критик немножко не дождался. Точнее, пришел чуть попозже. Так, бог, хоть на собаку на нашу посмотрел. А то, с вами понимаете, на лоха. Как-то, наверное, не лучшая картина из всего моего репертуара. Было нарисовано за пять минут. Вот так вот. Это даже как-то обидно, блин. Я остальные потратил столько времени и души, а тут, понимаешь, мне какого-то, на который я просто водил кистью по мольберту, ее еще и выделили. Ну, вообще, это капец какой-то. Надеюсь, вам понравилось, дорогие друзья. Это видео получилось прикольненько. Мне вообще нравится. Смотрите, у нас снова теперь какие-то новые способности открылась, да? Давайте посмотрим, что это такое. Вот, новая, да? Что это? Вау, это что? Ооо, медленно водить можем. Теперь мы можем красивые штуки вытворять. Вау, вау, нежные, нежные вещи делать. Просто посмотрите. Что за Квазимоду я сейчас рисую? Неважно. Это будут красивые розовые. Упругие. Ооо, да. Ладно, неважно. Главное, что мы с вами можем теперь выделывать всякое. Удалим это от греха подальше, чтобы нас потом не уличили в том, что мы плохо рисуем. Надеюсь, вам понравилось. Еще раз повторюсь, дорогие друзья, это видео. Если это так, то, конечно же, не забывайте ставить пальчики вверх, комментируйте это видео, делитесь с друзьями, а также добавляйте плейлисты и вступайте в нашу группу ВКонтакте. А с вами был Станислав. Я всех вас крепко обнимаю. Целую и люблю. Великого творчества.